Всем привет! В этом видео мы детально рассмотрим бюджетную линейку оружейных сейфов JLT-125K и JLST-130K торговой марки GRIFON. Я Елена, компания SWITZEMKIF. Это сейфы серии Hunter от украинского производителя Paritet-K. У них базовый уровень взломоустойчивости, но все же являются довольно-таки эффективным и экономным способом хранения оружия во избежание кражи или несчастных случаев. Стальная конструкция весом в 22 кг для младшей модели и 35 кг для старшей модели имеет общую толщину металла дверцы 2,4 мм и состоят из двух пластин стали, каждая из которых по 1,2 мм. Толщина металлокорпуса также 1,2 мм. Внешние размеры сейфа JLT-125K. Высота 1252 мм. Ширина 260 мм. Глубина 260 мм. JLST-130K. Высота 1312 мм. Ширина 420 мм. Глубина 260 мм. Согласно требованию МВД Украины, собственник оружия должен обеспечить его безусловную сохранность, поэтому наличие сейфа является обязательным условием. Он должен находиться от входной двери не менее полтора метра, от отопительных приборов не менее метра и от окна не менее полметра. При этом оружие должно быть в разряженном состоянии. Для этого сейфы укомплектованы трейзером, что позволит держать патроны отдельно от стволов. Одним из условий хранения оружия является надежное крепление сейфа. Для этого сзади предусмотрены отверстия под анкерные болты. Конструкцию обязательно нужно будет закрепить к стене, так она не упадет и сейф гораздо будет сложнее вырвать. При изготовлении лицевой части этих сейфов используется антивзломная система зацеп, которая плотно закроет дверцу и не позволит скрыть ее острым предметом и существенно усложнит отжим. Петли в форме антисрезов имеют внутреннее исполнение, поэтому сбить или выломать их будет практически невозможно. Рассмотрим внутреннее пространство сейфа. GLT-125K. Размеры. 1238 мм по высоте, 258 мм по ширине и 239 мм по глубине. Такое внутреннее пространство позволит хранить 3 единицы оружия. Из-за того, что трезер располагается на всю ширину сейфа, максимальная длина оружия не должна превышать 110 см. Сюда также поместятся и переломные ружья большей длины, но в сложенном состоянии. На внутренней части дверцы предусмотрены съемные навесные карманы для удобства хранения аксессуаров и средств по уходу за ружьем, держатель для шомполов, а также три крючка для подвесных предметов. Дополнительно имеется магнитный держатель ложемент, который меняет свое расположение в зависимости от высоты стволов. GLS-130K по своим внутренним размерам несколько выше и существенно шире. 1298 мм по высоте, 418 мм по ширине и 239 мм по глубине. Такое внутреннее пространство позволит хранить до 4 единиц оружия. Из-за того, что трейзер здесь вертикальный и не занимает место над стволами, максимальная высота оружия может составить 126 см. Также в этом сейфе предусмотрены полки для хранения небольших по объему предметов. Они съемные, что позволит поместить туда более объемные вещи. Увеличенный трейзер также можно разделить полочкой, он дополнительно закрывается на ключ. На внутренней части дверцы также предусмотрены съемные навесные карманы для удобства хранения аксессуаров и средств по уходу за ружьем, держатель для шомполов, а также три крючка для подвесных предметов. Аналогично имеется магнитный держатель ложемент, который меняет свое расположение в зависимости от высоты стволов. У этих моделей сейфа идентичный ключевой замок сувальдного типа, которые закрываются на два оборота. У него есть два вращающихся ригеля диаметром 16 мм, которые неплохо противостоят попыткам переделить их болгаркой. Ключ в этом замке вынимается только в закрытом положении. Это сделано для того, чтобы не забыть закрыть дверцу. Комплектация у этих сейфов одинаковая. Два основных сувальдных ключа от сейфа, два ключа от трейзера, инструкция по эксплуатации и паспорт с серийным номером. Теперь несколько рекомендаций по поводу этих сейфов. Для безопасности мы рекомендуем хранить здесь только оружие, но не деньги или драгоценности, которые могут помешать быстро достать оборонительное средство, если появится необходимость. Серия сейфов GL имеет толщину металлостенок всего 1,2 мм, а замок идет без какого-либо класса взломоустойчивости и без защиты от сверления. Это также является фактором того, что хранить в этих конструкциях дорогие стволы или другие ценности не стоит. Все же они являются одними из самых популярных, поскольку отвечают базовым требованиям законодательства и довольно недорогие. За свои деньги они полностью выполняют функцию охраны оружия от домочадцев или неумелых домушников. Если у вас остались вопросы по поводу этих сейфов или вы хотите их купить, переходите по ссылке под этим видео в наш интернет-магазин Свитзенки Вьюа, и мы обязательно вам поможем. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки этому видео, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok